Я вас приветствую, меня зовут Евгений Горобченко. В этом видеоуроке я хочу рассказать вам о мотивации, о двух видах мотивации, внутренней мотивации и мотивации пути. Наверняка вам приходилось читать книги или слышать лекции людей, которые считают себя гуру успеха, тренера по личностному росту, которые советуют для достижения цели, необходимо ее, во-первых, визуализировать, то есть нужно четко в своем воображении представить, что вы хотите достичь через какое-то время, через год, два, три, пять, десять, как будет выглядеть ваша жизнь, на каком автомобиле вы будете ездить, какие люди будут вас окружать, во что вы будете одеты, в каком доме будете жить. И не только визуализировать, но и на доске наклеить свои фотографии, свои будущие жизни, в центре которой будете вы, то есть та жизнь, на которой вы будете благодарны авансам, жизнь, в которой еще пока вы не живете этой жизнью, но через время обязательно будете. И проговаривать аффирмации, и визуализировать, и писать ваши цели в настоящее время, это все очень хорошо. Но здесь есть один небольшой недостаток. Дело в том, что когда вы визуализируете свои цели, когда вы думаете о будущих ваших целях, вы не получаете удовольствия в настоящем, то есть вы не удовлетворены процессом достижения цели, потому что вам он может не нравиться. Это знаете, как ослик, перед которым на удочке держат морковку, и он идет за этой морковкой, идет, идет, он мотивирован тем, что он когда-то съест эту морковку, хотя в это время он за собой тянет тяжелую телегу. И когда вы мотивированы целью, вы не получаете желаемого в настоящий момент. Это очень плохо, потому что вы думаете о том, что когда-то я ее получу. И достигнув цели, что происходит? Когда вы достигли, даже через 3-5 лет, происходит временное удовлетворение этой цели. То есть, например, вот купили вы автомобиль, вот классно, поездила на автомобиле 3-5 дней, неделю, месяц максимум, потом уже это становится чем-то естественным. То есть это как чистить зубы, как зубная щетка у вас есть, также есть автомобиль. Или же люди мечтают купить квартиру. Купили квартиру, и через несколько недель, это уже тоже, само собой разумеече, что-то естественное. И наверняка у вас тоже такое бывало состояние, когда вы достигаете цели, и потом через время эмоциональный пыл, эмоциональный накал спадает. Потому что это естественно, когда эмоции не только возрастают, но и спадают. И такое состояние называется гедонической адаптацией. Состояние, когда человек привыкает к достигнутой цели. Какое состояние может быть, например, через несколько недель у человека, который выиграл миллион долларов? То есть это может быть как состояние привыкания. И провели интересные исследования, в результате которых выяснилось, что люди, которые стали олимпийскими чемпионами, которые к этому шли много лет, они в начале, конечно же, несколько дней испытывают кайф небывалой высоты, а потом эмоции спадают. Через несколько недель или месяцев. И также и резко негативные, противоположные эмоции. Когда, например, человек теряет возможность двигаться, когда он оказывается в инвалидной коляске, или он теряет руку, или ногу, или возможность разговаривать. Это резко негативные эмоции, но время лечит. Со временем, даже через несколько месяцев, эмоциональное состояние выравнивается, как с резко негативного, так и с резко позитивного. Такие эмоциональные качели, они все равно рано или поздно приведут к эмоциональному эквилибриуму, равновесию. То есть важно понимать, что со временем этот кайф пройдет. Вот помните состояние, когда вы сдавали экзамен, или вы писали сложный отчет какой-то, и наконец-то вы его написали, вы испытали неописуемое облегчение, но потом тоже эта радость проходит. Вот я помню, в университете для меня таким преградой, таким камнем преткновения был экзамен по математике. Я учился в техническом вузе на химическом факультете, у нас была математика. Это для меня было что-то невероятно тяжелое, мне очень тяжело давалось математике, я ее сдавал с третьего, иногда с пятого раза. Я помню, когда я на первом курсе наконец-то сдал этот экзамен, получил свою тройку в зачетку, это для меня было очень такое эмоциональное, яркое событие. Так вот, к чему я подвожу? Что мотивация целями, она проходит со временем, как я сказал, время лечит. Есть еще другой возможный вариант мотивации, более эффективный. Это мотивация пути, то есть это внутренняя мотивация, которую вы будете испытывать, когда будете получать удовольствие от того процесса, которым вы занимаетесь. То есть, когда люди видят смысл в своей деятельности, возможно, большую миссию и хотят заниматься тем, что они делают, это очень сильно мотивирует, гораздо сильнее, чем мотивация целями когда-то там, в будущем. Например, вы пишете книгу, вы понимаете, что это знание, которое вы передаете, которым вы делитесь с людьми, они очень сильно им помогут, то есть люди будут вам благодарны. Или вы врач, вы делаете операции, или же лечите людей, стоматолог или еще какой-то врач. Вы получаете удовольствие от осознания того, что вы помогаете людям избавиться от боли, от проблем. То есть важно в процессе внутренней мотивации пути думать не о конечной цели, не о результатах, а о самом пути, то есть в том процессе, который вас приведет к желаемому цели. Даже пусть и нет этой цели, вам просто нравится заниматься тем, что вы делаете. Вы счастливы здесь и сейчас, вы испытываете эту радость по пути к своей цели. То есть для этого важно найти свое предназначение, делать то, что по-настоящему нравится. И когда вы будете этим заниматься, вы придете к высшему мастерству, потому что вы по-настоящему удовлетворены своей деятельностью. Знаете, как художник, который не на показ свои картины пишет, а потому что ему это нравится. Он может закрываться в своей комнате, в своей мастерской и писать картины. Это действительно очень завораживающее чувство, когда ты видишь, наблюдаешь за человеком, который занимается любимым делом. Или он играет на фортепиан, или он чинит башмаки, или он пишет книги, музыку, он композитор. И люди, которые находят свое предназначение, деятельность, которая находит отклик в их сердце, они становятся Микеланджело своей деятельностью. Они оставляют след в истории. Они становятся великими музыкантами, художниками, учеными, делают открытия, становятся Нобелевскими лауреатами. То есть это очень важно. Это не внешний какой-то кнут и пряник, когда вас кто-то уговаривает, кто-то принуждает, вы себя заставляете, думаете, а как же будет хорошо тогда, когда я достигну. А вы получаете настоящее удовольствие здесь и сейчас. Когда вы полностью поглощены своей работой, своей деятельностью, вы забываете о времени. Ты знаете, как вы влюблены в свою работу. Это можно провести такие аналогии с влюбленной парой. Когда вы влюблены в человека, то часы пробегают как мгновение, как секунды. И наоборот, если вы проводите время с неинтересным, скучным, таким злым человеком, то секунды растягиваются на часы. Поэтому вам нужно найти дело всей своей жизни. И в этом случае вы будете получать дофамин, гормон удовольствия, нейромедиатор, на протяжении всей своей деятельности. Итак, как же это сделать? Во-первых, вам нужно задать себе один простой вопрос. Нужно спросить себя, что мне по-настоящему нравится. От чего я буду получать истинное удовольствие, радоваться и прыгать, хлопать в ладоши, как ребенок, которому подарили велосипед. То есть заглянуть глубоко внутрь своей души и задать себе такой вопрос. И второе. Вам нужно спросить себя, какой деятельностью я буду заниматься, когда у меня будет миллион долларов. Представьте, что у вас есть миллион долларов, евро или несколько миллионов. Вы мультимиллионер. Вы не беспокоитесь о финансах. То есть у вас есть дом, и не один, и не одной стране. У вас есть автомобили, элитный автомобиль, даже несколько. У вас есть дорогая одежда. Вы бываете часто в ресторанах. Но на 100 автомобилях не поездишь. На 100, в 100 ресторанов не сходишь. И в 100 домах не поживешь. Поэтому нужно спросить себя, чем я буду заниматься, если у меня все будет. Если смыслом моей деятельности будут не деньги, а то, чем я занимаюсь. Чем вы будете, что вы будете делать. И то ответ на этот вопрос, который найдет отклик в вашей душе, это и будет деятельность, которой стоит заниматься. Возможно, вы будете, не знаю, организовать тренинги. Возможно, вы создадите консалтинговую компанию. Или вы будете что-то проектировать, рисовать, музыку писать. И каким-то другим образом помогать людям. То есть вам нужно для себя ответить на эти два вопроса. И благодаря правильным ответам, которые будут исходить из глубины вашей души, вы найдете свой внутренний источник мотивации пути. Действуйте сейчас.